Еще ведь Москва это город на семи холмах, я так вот узнал, что у нас там розовый троф, мы более-менее проветриваемся, что очень важно, да, Иван? Безусловно, безусловно. Я вообще считаю, что у нас очень здорово налажена система городская, в том смысле, что, я не знаю, действительно, больше ли машин стало или меньше, но, во всяком случае, насколько я вижу, движение, ну, гораздо проще, да? Ну, а то, что мы находимся на семи холмах, Москва, нам повезло, и, конечно же, это тоже влияет на экологию. А вот как пульмоновок, что вы можете посоветовать зрителям, чтобы они берегли свои легкие? Ну, какие такие базовые советы? Ну, базовые советы, конечно же, они касаются рутинной содержания в чистоте, да, своего жилища, протирать, убирать. А, то есть это важно просто пыль? Убрать пыль, конечно. Да, это очень важно, потому что, в основном, мы говорим про бытовые аллергены, которые связаны с, есть такое понятие, как домашний клещ, да, клещ домашней пыли. Я знал только про постельного клеща, а есть еще вообще такой... Так, а постель, вот он и в постели, и в отече, и в книгах, и так далее, да, то есть он повсюду, и, конечно же, это... Мы тут не берем, да, сейчас домашних животных. Нет, берем. Домашние животные, конечно же, тоже, но тут, знаете как, основное лечение – это убрать провоцирующий фактор. Понятное дело, что не всегда это возможно, если мы говорим про домашних животных, но тут уже насколько любовь к ним перебивает клинические проявления, да, заболевания. А так, содержание в чистоте, влажная уборка, проветривание, конечно, очень-очень хорошо работают очистители воздуха. То есть я конкретно видел это на примере своих друзей, у которых сын аллергик, сезонный аллергик, и вот во время весенний-осенний они просто включают дома этот прибор и очень классно действуют. И слезы течения, и крапивница, они просто уходят. А очиститель должен быть с увлажнителем вместе, или это разные? Ну, в идеале, да, в идеале с увлажнителем. Опять-таки надо смотреть, нужно увлажнять в данном случае или не нужно, или просто очищать нужно. Они зачастую бывают два в одном – очистители, увлажнители. Ну, вы посоветуете просто очиститель, да? Вы знаете, в Москве я бы посоветовал с увлажнителем. Почему? Потому что в зимнее или там холодное время года, да, мы пользуемся отоплением, и воздух очень сухой. Я, честно говоря, в этом году купил увлажнитель без очистителя, но вот увлажнителем я прям пользуюсь активно. Ну, потому что качественно топят, и тепло всегда в квартире. Да, качественно топят, тепло, но при этом воздух сухой, конечно же. А у вас есть дома очиститель воздуха? Конечно. И очиститель, и увлажнитель в каждой комнате, сенсор и температуры, и влажности в каждой комнате, и частица тоже. Вот я один недисциплинированный. Мне про Москву, конечно, что я хотел бы добавить, что действительно, может быть, растет количество транспортных единиц. Вот я, допустим, стал больше пользоваться общественным транспортом, во-первых, потому что больше линий появился. И кардиолог сказал ходить пешком, поэтому, Иван, как мы старались ходить пешком. И главное, что в Москве по объективным совершенно показателям динамика очень положительная, что вот экологическая обстановка, она с каждым годом улучшается. Иван, Наталья, Федор, вам огромное спасибо за разговор, а мы после рекламы продолжим разговор про мозг-эко-мониторинг. Субтитры подогнал «Симон»